И вернемся к визиту Петра Порошенко в Брюссель, где проходит двухдневный саммит и обсуждают санкции против России. Каковы результаты встреч украинского президента и что еще на повестке дня у европейских лидеров, расскажут мои коллеги. Утром за несколько часов до начала саммита Петр Порошенко встретился с главой собрания Дональдом Туском. Разговаривали полчаса, после чего на пресс-конференции Туск заговорил по-украински со словами поддержки. Вы ничего не отримали за дармо. Вы заслужили все, что вы достали. И сам этому так много нас тут в Европе захоплюют за вами и поддерживают вас, хотя я знаю, что они завжди достатньо. Вы можете право оциковать на большее. Вы также можете право писать за собой. Безвиз уже работает. Соглашение об ассоциации вступит в силу на полную с 1 сентября. Все это решение последних месяцев, которые стали для Украины победой, заметил украинский президент. Главный вопрос, к которым приехал, продление секторальных санкций против России. Их срок истекает уже через месяц. Этот шаг может быть даже более эффективным после моей встречи с президентом Трампом. Несколько часов назад я вернулся из Вашингтона. У нас был многообещающий разговор. В первую очередь по санкциям. И мы были бы очень рады услышать о продлении санкций и Евросоюзом в эти дни. И таки услышим, сообщил украинский президент спустя несколько часов. За это время он успел поговорить с немецким канцлером Ангелой Меркель и другими влиятельными политиками. Теперь уже мы точно знаем, что будут приняты решения, я буду обережен в прогнозах, что до продолжения санкций против Российской Федерации, аж до полной имплементации Минских угод. Перед тем, как принимать решение, свое слово о санкциях на саммите традиционно говорят лидеры стран Нормандской четверки, Франция и Германия. Для французского президента Эммануэля Макрона этот саммит дебют. А вот британский премьер Тереза Мэй начинает прощаться. Лондон запустил процедуру выхода из ЕС. И Мэй на саммите должна презентовать свое видение прав граждан ЕС, живущих в ее стране. Именно это главная тема заседания. Какие аргументы Мэй везет в Брюссель, знает моя коллега из Лондона Светлана Чернецкая. В эти минуты лидеры стран Евросоюза в старом составе, все 28, совмещают работу и ужин. Доведется ли перекусить британскому премьеру? Вопрос. Она главный докладчик за столом и должна представить свои предложения по правам граждан ЕС в Британии и британцев в Евросоюзе. Подробности своего плана не раскрывает, но речь идет о том, что после Брекзита европейцам разрешат работать и жить в Соединенном Королевстве. Это очень важный вопрос и мы хотим решить его в первую очередь на ранних этапах переговоров по Брекзиту, что сейчас и происходит. Британского премьера выслушают и уже по традиции попросят удалиться. Остаток вечера лидеры стран будут обсуждать услышанные от Терезы Мэй. Также на повестке дня вопрос о передислокации из Лондона в ЕС двух европейских агентств по медицине и банковскому надзору. 20 стран уже готовы принять их у себя, поскольку это значит создание новых рабочих мест. Завтра, кстати, исполняется год со дня референдума по Брекзиту. Процесс выхода Британии из ЕС еще толком не запущен и в Европе не устают повторять, что готовы вернуть в семью заблудшую страну. Президент Европейского совета даже заговорил словами из песни Джона Леннона «Imagine». Некоторые из моих британских друзей спрашивали меня, возможно ли отменить Брекзит и могу ли я представить, что Великобритания останется частью ЕС. Я им ответил, что по сути Европейский союз был построен на мечтах, кажущихся нереальными для достижения. Так что кто знает, вы можете сказать, что я мечтатель, но я такой не один. Сам саммит проходит в условиях повышенных мер безопасности. Во вторник в Брюсселе полиция застрелила на месте человека, пытавшегося устроить взрыв на центральном вокзале. Для Лондона это тоже очень болезненная тема. Четыре теракта за четыре месяца и, соответственно, контртерроризм является одной из главных тем этой встречи. Завтра второй и заключительный день саммита лидеров стран ЕС. Светлана Чернецкая и Алена Абрамович. Подробности телеканал Интер из Лондона и Брюсселя.